В станице Новолокинской прошел фестиваль «Тыква-красавица. Всем нам очень нравится». Праздничное мероприятие, посвященное вкусному и полезному осеннему овощу, уже третий год собирает жителей Успенского сельского поселения. Блюдо из тыквы, здоровое питание и настоящая аптека витаминов. Это не только вкусный, но и чрезвычайно полезный продукт. А еще тыква – это символ долговетия, семейного счастья и богатства. На фестивале собрались представители органов территориального общественного самоуправления, казачьих станичных обществ, школ, детских садов, работники домов культуры. Глава Успенского сельского поселения Юлия Щербакова открыла праздник, посвященный золотой тыкве. Я очень рада, что с каждым годом у нас становится все больше и больше участников. Вы знаете, после каждого фестиваля, приезжая домой, я черпаю даже для себя, как женщина, что-то новое, даже не знала, что такие блюда из тыквы можно приготовить. Спасибо вам огромное, дорогие наши гости, что вы уделили нам сегодня время. Спасибо вам, дорогие участники нашего фестиваля. Надеюсь, что сегодня у вас останутся только хорошие воспоминания, впечатления. С праздником всех, с фестивалем тыквы. Участников фестиваля приветствовал заместитель главы района по делам казачества Алексей Яшкин. Достатка и процветание станицы пожелал атаман Кавказского отдела кубанского казачьего войска Сергей Бекеев. Тыква ассоциировалась с благополучием, достатком. И я желаю вам всем, дорогие станищики, братья казаки, чтобы у вас этот достаток был из года в год. Но этот достаток только будет достигаться нашим трудом. Сергей Петрович наградил атаманов Успенского и Новолокинского станичных казачьих обществ Алексея Гриценко и Ивана Скрипцова. Благодарность объявлена атаманам школ номер 28, 31 и 32, Степану Новичкову, Владимиру Булатову и Семену Рощупкину. Несколько грамот получило казачье общество Белоглинского района. По результатам спартакиады кавказского отдела казаки заняли призовые места по боевым искусствам и прикладным дисциплинам. На живому бою, сборке-разборке автомата, фланкировке казачьей шашкой. Грамотой награждается команда Белоглинская РКО, занявшая первое место в чемпионате кавказского казачьего отдела по фланкировке казачьей шашкой. Все в этот день было посвящено королеве осени. Стихи, песни, частушки, театрализованные представления, выставки и танцы. Участники фестиваля встретили барыню тыкву. Ты, два, красавица, все нам очень нравится. Тыкву в гости позовем, в нее спляшем и споем. Парня, 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 сударня, парня, парня, сударня, парня. Великан, но с диками, другой, как он с реками. Парня, ты моя, сударня, ты моя, с реками. Ты, два, наша добрая, неохватная, парня, ты наша знатная. На столах разнообразные блюда из тыквы – каша, вареники, оладьи, блины, пирожки и пироги. Участники фестиваля подготовили яркие презентации с угощением. Наша тыква золотая, как конфетка во рту тает. Пирог из тыквы испечем и присыплем сахарком. Так и тянется его съесть. Это наш деликатес. Глава поселения наградила благодарственными письмами участников фестиваля и авторов тематических рисунков и поделок. Благодарственное письмо вручается общеобразной школе номер 32 за активное участие в культурной жизни у спецкого сельского поселения и в связи с проведением третьего фестиваля. Гости праздника дегустировали блюда из тыквы, наслаждались выступлением творческих коллективов сельских домов культуры Успенского поселения, делились впечатлениями о фестивале. Уже третий год этот праздник. Мы ходим, нам нравится, все хорошо. Артисты здесь выступают. Хотелось, чтобы наша станица процветала. Все-таки у нас тут молодежь. У нас остался один клуб сюда только и ходим мы. Вот так весело, дружно и по-домашнему уютно проходит в Успенском сельском поселении фестиваль «Тыква красавица» всем нам очень нравится. Праздник уже стал традиционным и одним из самых любимых для жителей и гостей станицы Новолокинской. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова